Добрый день, Светлана Нисанова. Добрый день, добрый, хороший день, сегодня хороший день. Значит, следующий вопрос, про Суруны. Я знаю, что вы ездили в Баку, в Азербайджан, в другие города Азербайджана, не одна ездили, ездили с группой людей, что вы там делали на праздник, не на праздник уж, извините, давайте еще раз праздник уберем фразу. Ладно, добрый день, Светлана Нисанова, давно не виделись. Опять не то. Добрый день, Светлана Нисанова, значит, сегодняшнее интервью в первую очередь мы начнем с Суруны. Вы ездили в Азербайджан, что нового, что старого, что интересного вы увидели там? В принципе, я дала информацию в письменном виде, во-первых, да, добрый день, во-вторых, дело в том, что, конечно, я несколько раз уже эту поездку делала, и каждый раз по-разному, но так как это раз поездка, это было очень такое немножко тяжелое, тяжелое, вообще, не знаю, надеюсь, что, надеюсь на то, что я уже этого делать не буду, потому что программа очень тяжелая, с людьми всегда тяжело. Одно дело, их принимаешь, слушаешь их, не боль, выслушиваешь, пытаешься, стараешься помочь. Я же не только мероприятия делаю, многие это знают. Но есть проблемы людей, есть проблемы, которые люди паспорта, вот приехали, решили остаться, или по болезни приезжают подальше от многих, и онкология, и паспорта проблемы были, их надо было помочь, их надо было восстанавливать, для этого есть связь за все эти годы, в принципе. Просто многие как-то неправильно понимают, что она делает мероприятие, мероприятие делается год один раз, и спасибо тем, которые помогали, естественно, в том числе, самый главный, мой спонсор, я всегда делала, и до этого делала, от 2000 года по сегодняшний день, но за последние 10 лет, в основном, помогал, конечно, для приезда из Баку артистов, в основном, помогал мне Герман Захаряев, Герман Рашпилов и Захаряев, спонсирую, он действительно делал это так, как он понимал эту ментальность, людям интересно, не одно и то же, как это так, как я к нему обращалась, как ему объяснял, вроде бы он на это отзывался, я ему благодарна была, есть и буду, пожизненно, пока Бог дает мне жизни, в том числе и какие-то, какие-то трудности людей тоже бывало, помогало, но не в этом сейчас, сейчас я тоже делаю 16 сентября, вроде бы зал большой, людей не имею, еще будет 200 человек, но поездка с Уруны, мне тяжело об этом говорить, потому что я очень, очень тяжело, там Галина Гайдук написала это письмо, я думаю, что она в Смеге тоже есть сейчас, это дала понять, какую вот тяжесть, трудности пришлось, как бы там, чемоданами, людьми, какие-то происходят, это обычно жизненные проблемы, это не, 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 слава А в каких городах вы были? Я была, прилетели мы в Баку, встречали, сопровождали, как договорилась, как машина, автобус, все, все, что нужно было, а потом ехали, люди поехали, двое, которые опоздали, приехали через Турцию, потому что у них был билет, но они еще добавили, поехали через Турцию, точно были проблемы, не в этом дело, но оказались они тоже нормальные люди, они давно не были, эта программа, проект в том, что заключается, кто давно не ехал, но были пара человек, которые в течение двух-трех месяцев потеряли трех близких родственников в Кубе, и те, которые звонят, говорят мне, да, что вот вы взяли одни и те же, это неправильно, потому что двоюродный брат скончался, дядя родной скончался, и еще кто-то, в течение трех месяцев, поэтому умоляли, просили, в таких случаях надо исключение делать. Да, конечно. Первым долгом это, кроме того, что мать, не дай бог, никому, ни одним родителям, не дай бог, она собиралась уже почти в самолете, у сына где-то 20 с чем-то лет, из-за армии или за что-то, его не выпустили из Баку, это было где-то 18 лет тому назад, она третий раз или второй раз, она всего два раза была, она на могилу сына не могла ехать, я сама ее вызываю, каждые два года и приглашаю ее, чтобы она поехала в Баку, навестила могилу своего сына. Люди, мне же это все не говорю, люди не понимают это, и дают, наверное, сплетнями, там, Ардахаеву Давиду, или там дают Герман Захаряеву, и больно обидно, что люди наговаривают, привыкли к этому, любят так жить, нельзя. Вот сейчас даже, это концерт, да, 15 шекеля от Ирии, от Мутиполитета, но для меня человек, который вот вот эта газета, бесподобной красоты, качества, и не хуже, чем та газета, Герман Захаряев, который вот выпускает эту газету, вот, первую страницу, это вот здесь, между прочим, это статья Суруны, 1000 Абу, которая здесь, вот Денис, Всевышний Гори, это все вот как раз таки здесь и написано, там, то, что в моем имя тоже написали, как я это делаю, почему я это делаю, все такое прочее. Очень хорошая газета, очень приятно для меня, уважаемый здесь человек, который он такие стихи читает, Евдаев, этот самый, Мелех Евдаев, очень-очень-очень, я очень полюбил его стихи, когда как раз Герман Захаряев приезжал, он читал, вот Суруны, то, что 1000 Абу, в чем она заключается, зачем люди едут уже из поколения, уже поколение тела, когда едут на Суруны на могилах свои, вообще это заключается по-другому, это название истории, если рассказать, это очень много времени, но многие это знают, 1000 Абу, в чем заключается по-еврейскому, но вот вы, горские евреи, это предали такое, что вот едут на травмурный день, у Азербайджана называется гора Байрам, то есть это черная, как Байрам, это не Байрам, а просто вот 10 дней, ни мас, ни мяса, ни корни, то есть только на рыбы и молочные, до такой степени, что люди соблюдают вот это, да, очень-очень тяжело смотреть на кладбище подальше от живущих сегодня на этой земле, как бы сказать, вот этот, какие молодые ушли из жизни, какие катастрофы были, теракты, когда были вот этот, трое и еще семья, тело семья погибло из горской еврейской семьи в Кубе, я каждый раз туда иду, мне это больно смотреть, мне тяжело, и я там, у меня самой была проблема от жары, я еле выбежала оттуда, вот такой был тяжелый, просто многие говорят, вот то, что вот здесь было, и вот этих, сейчас у меня вот из них, из одной из них будет Орли петь, вот она, Орли на этом концерте, который я собираюсь сделать 15-го, 16-го сентября, вот. Это уже будет после Нового года, хоть несколько слов о Роша-Харе. Да, хоть какой-то, вот это счастье, я только-только себя прохожу, несмотря, что я в июле была, приехала 17-го, я тело месяц, ровно себя прийти не могла, вот эта трудность, я такого еще не видела, вот почему, потому что столько несправедливых слов, столько нам наговаривают, столько, зачем же, видите, да, делайте каждое свое дело, да, пускай каждый занимается своей общиной, каждый занимается своим, жалко, конечно, мы одни из многих людей, горские евреи, живущие в этом мире, которые соблюдали дар Бога, который дал вот эти все Пасхи, праздники, Песах, которые не Пасху, а Песах, именно, и соблюдали, и ходят в синагоги, наши дети ходят, и тогда наши отцы ходили, то есть это все у нас было более, чем вот это было у россиян, которые тоже скрытно ходили, но у нас более возможность была в Азербайджане, честно говоря, нам давали это возможно, потому что мы празднули их не праздники, поэтому проблемы такой особенной не было. Но сегодня, кстати говоря, 18-го, 17-го, нет, 17-го числа, 18-го все же, нет, 17-го, 18-го вчера, был Муслим Магомаев, а я, когда здесь делаю, полный зал был переполнен, это один из ведущих, один из таких поколений, три поколения, которые пел, эстрада, лирика, зарубежная, как бы, родился в Баку, это для нас гордость, которые такие популярные певцы, такие люди, которые в Баку до сегодняшнего дня уже ушли многие, и многие остались, мое поколение это называет, что мы не забыли Азербайджан, мы его никогда не забывали, малейшие что-то мы переживали, но я хотела бы, чтобы за вас тоже так же переживали, потому что одна рука вот этих горских евреев и азербайджанцев, которые живут за счет горских евреев, здесь, не европейских, я прошу прощения, а именно горских евреев, соседов, друзей, переписывали, созванивались, у кого какие проблемы, или посылками посылали, одна из них я, или же их приглашали, делали смешанные браки, женились, или все, и живут здесь, и живут там, живут, поезжая туда, наслаждаются все то же самое, понимаете, вот понимаешь, к чему я хочу заключить, поехала со мной одна азербайджанка, которая она приехала сюда, оставила своих родителей, хотя она говорит, я не буду вас беспокоить, и она на самом деле меня не беспокоит, 20 лет она здесь жила, вышла за нашего кавказского, он скончался здесь во время Ливанской войны, трое детей, дети уже, армия, все, вот это эпизод того, что человек поехал в Баку со мной, ее оттуда не выпускали, мы созванивались, да, да, и кто не выпускал, законная, она житель Израиль, мне пришлось это посольство поднять на ноги, мне пришлось, то есть я хочу сказать, я не отдыхала, проблемы людей, как будто все свалились на меня, поехала она законно, взяла билет, все как положено, действительно мать-одиночка, все, тяжело было, и я знаю эту семью, но она там, такое сделали, что надо было каждому заплатить, для того, чтобы ее выпустили, хорошо, чтобы наше посольство, слава Богу, дай Богом здоровья, те люди, которые мое имя помнят, одним звонком, двумя днями, я это восстановила, а это не могла восстановить, ни она законно показывает документы, ее никто не слышал, вот такие вопросы, когда решают, это наша нация, это наша, сейчас, ну, Русашина, это Новый год наш, но до сих пор многие не понимают, что такое Русашина, их никто не видит, слава Богу, в Москве такой, как вот Герман Захаряев, его команда, можно сказать, в Кубе, в Баку, посмотреть за последние 10-15 лет, а люди приехали 20-25 лет, узнали, и Русашина, а что такое, хотя наши делали, отмечали, ходили в синагогу, одевались, и европейские, и наши, праздник был, чувствовался, здесь, да, чувствуется, но оно по-другому чувствуется, в каждой стране оно по-другому чувствуется, и слава Богу, вот подходит эта Русашина, потом идет Киппор, потом идет Суккот, праздник за праздником, чтобы люди не завидовали нам, что творится в других странах, Сирия, Иран, или Мусульманы, да, это один Гуран, и у нас одна Тора, Тору люди берут, по Тору, Тора не менялась никогда, Библия, да, Гурана тоже добавляли, а вот именно то, что Иешув, который называет Иисус, столько, сколько Он, я тоже считаю, что Он жертвовал для многих, я тоже так считаю, что, потому что, когда сегодня все это выходит наружу, по объяснению, да, что доброта человека, все это от Бога, Артур, море одно золотой человек, доброта, Бог вкладывает в человеке, если это в человеке не садится, эта доброта, значит, он его не исправит, ни одни иглы, ни одни побои, никакие проблемы до него не доходят, вот когда моего, как бы сказать, одного человека, прошлое мое, да, все же, когда объясняешь ему, он не понимает, я говорю, значит, ты безбожный человек, да, в этой жизни, 32 года, ты не отозвался ни в чем, никогда, и я даже тоже не беспокоюсь, все сделала, добилась сама, но вот просто надо человечность дать, что возможно, я не говорю последнее, но дать, сделать то, которым можно сделать добро, больному человеку, пожилому человеку, вот сейчас ко мне пожилая женщина прошла, ты зашел, 82 года же ее матери, она ушла от дочки, чтобы за матерью смотреть, а мать над ней издевается, больной человек, она ее бьет, она с ней ругается, она с ней, я говорю, меньше ходите, у меня тоже была больная сестра, а моя больная сестра, она когда видела, она в сознании была, только она не могла говорить, не могла ничего, у нее удар был опять, когда мой брат скончался, значит, у нее сахар поднялся на такое высокое, что у нее получился как бы, типа душевный больной, а у нас в роду это нет, и вот я ей сейчас объясняю, не надо духом падать, это мать, она вырастила, дала все это, постарайтесь меньше ходить, за нее платите, за ней смотрите, вы можете звонить, спрашивать, и она вот отсюда, от этих слов, она не знала, что делать, каких слов найти, благодарности, может быть, ей дети говорят, может быть, ей кто-то, что человеку надо, одно доброе слово, она не стоит ничего, она стоит от Бога просто какой-то хороший день, я так думаю, не знаю, поэтому я хочу обратиться ко всем тем, кто слушает, кому вот очень многие сейчас начали заходить в Фейсбук, прежде чем своим родным и близким я пожелаю, я всему миру, вот еврейская кровь, которая в каждом течет, чтобы эта Рушушина принес мир, принес благополучие, принес здоровье многим людям, которые в это просят и нуждаются, потери, мы всегда, я всегда это говорила, говорю, потому что я слышала всегда, у меня еще ребенком был от своего отца, все вы и мы гости этого мира, надо стараться сделать добро больше, чтобы хорошее место взять в том мире, чтобы Бог дал в том мире, но я об этом по-другому хочу сказать, пускай люди живут, сколько Бог для каждого написал, пускай будут такие праздники, такие радости, такие люди, которые благотворительность, многие делают, но многие по-другому делают, платят тому, тому, тому и скажут, что я хорошая, это семья Захаряева, на самом деле, не от того, что он мне дорог, не от того, что он мне помогал или помогает, нет, нет, я на самом деле, вот я Богу могу покляться, что, хотя нельзя никем кляться, говорится, вот так пишется, но я могу даже в крайних, говорят, можно, поэтому эта семья отличается, и многие такие же, его же жены-брата, его отец, как бы Симон, его тесть считается, тоже очень многим вкупе, которые, ты понимаешь, что угорские евреи по именам, вот в кубе особенно, по именам людей знают, вот такой-то, такой-то, кто он был, и как он делал это добро, как он помогал людям, и называется хорошее имя при жизни, и когда человек при жизни завоевывает хорошее имя, несмотря на приятности, и у меня тоже бывает неприятно, и здесь, и там, и везде, мы так прожили, вот новый кабинет, да, мы еще даже здесь не снимали первый раз, пока я добилась этого кабинета, мой полздоровья, полжизни мое ушло, ну, спасибо Юлию Штраймеру, она мне действительно это сделала, она обещала, помогла мне, чтобы я там уже не могла сидеть, и никто не мог там уже сидеть, кто сидит, пускай сидит на здоровье, и вот это все, поверни там, пола, другие, многие, которые еще не были здесь, да, многие, это все мое заслуга, в Израиль приехать, в Баку не учиться нигде, и вот именно действительно приехать в Израиль, пройти курсы, когда они верят, да, по грамматике, не по теории жизни, которые говорит человек, как дипломат, как мне говорят, тебе надо было быть, даже удивлять, я говорю, мне хватит то, что я умею, и то, что я головой думаю, и все, и знаю, как бы от Бога у меня своя доброта, но факт один, что я говорю, вот я заслуженный человек, пускай каждый заслужит того, те, которые меня не понимают, почему я это так говорю, и по отношению Рафаиловой, которую она считает, что я ее обидела, и по отношению других, я же не только как координатор там с севера по культурной части мне при жизни дал покойный Заур Гевалов, который пришел молодой жизни, дай Бог, всем его заместителям, которые были вице-призис, чтобы они были все здоровы, в основном первый заместитель, который действительно сегодня делает, Артур, это делает Герман Захаряев для своего народа, он очень многое, он вложил сюда ни один шакал, я извиняюсь перед многим, Йоси Шагал, который себя назвал, преддепутатом, когда он был, я их познакомила, но ничего, ходил на встречи, выклянчивал, просил, но ничего, для его имени, для нас, которые благодаря наши горские евреи и азербайджанцы, которые ему дали это имя, что он был 4 года, Азиз президентом, получил орден незаслуженно, я почему это сейчас напоминаю, потому что вот ту, которую я вложила, я вкладывала, я подключала, вот сейчас вот даже Шаул Симанду, сколько лет он со мной, да, но у него заместитель, так же, как и ты, в местах, в вещах, где можно помочь, друг другу поддержать, как помощника, я могу и так сказать, могу сказать, что мы работаем, друг другу помогаем, это важно, есть трудный момент, я могу помочь, пожалуйста, я могу попросить, пожалуйста, то же самое и ты, и другие, все, понимаешь, поэтому я хочу еще раз, с этим, так как это 16 июля, кто будет заходить, смотреть, билета очень мало, очень мало осталось, 16 сентября, извиняюсь, да, вот это июль у меня в голове не выходит, 16 сентября, буквально 15 шекеля, всего лишь, вот буквально 15 шекеля, желающие, позвоните, 054-6-235-944, всем вам желаю успехов, везде, вот моим родным и моим близким, я знаю, что и в Америке смотрят, и в Баку смотрят, и в Кубе смотрят, все болезни мне отдала, сейчас одной из моих в телевидении ведущей, утонул у нее в 14-летнем, племянник, очень было больно, она очень хорошая, женщина очень хорошая передача, меня видели на этой передаче, к тем, которые сейчас я звоню, бакинцам, они всем говорят, мы вас видели по телевизору, и радуются, вот таким людям, как они, я посылаю все вот эти поздравления, чтобы у всех были радости, успехов, удачи в жизни, и естественно, кто работает в бизнесе, успехов больше всего, потому что там очень много нужно вкладывать и думать, и все, для блага людей, которые делают такие, как Захаряевы и Нисановы, и все такое и прочее. Спасибо большое, Светлана Нисановна, спасибо большое.